ДТП, унесшая человеческие жизни, автобус с детьми, следовавший из Балакова-Саратов, попал в аварию на автотрассе в районе Усть-Курдюма. На месте происшествия побывала Полина Федюк. До областного центра автобусу, который перевозил детей из Балакова, оставалось 2 километра. Накануне его сняли с 21-го городского маршрута. На участке Усть-Курдюмской трассы в половине 12-го автомобиль «Жигули» врезался в сворачивающую в дачный массив «семерку». Далее события развивались по цепной реакции с молниеносной скоростью. «семерку» от удара вынесло на встречную полосу. Из города Саратова навстречу двигался автомашин марки «КамАЗ» «Бензовоз». Пытаясь уйти от столкновения с этими автомобилями, водитель «КамАЗа» предпринял экстренное торможение. В результате полуприцеп занесло и допустил столкновение с движущимися встречным направлением автобусом. Водители четырех транспортных средств участников ДТП отделались ушибами. Больше всех пострадали пассажиры автобуса – 12-летние дети. Из Балаково в Саратов вот на этом самом автобусе на 40-ое представление ехали 16 детей. В результате аварии два ребенка погибли, трое находятся сейчас в тяжелом состоянии в больницах города. Тяжелораненным может понадобиться высокотехнологичная медицинская помощь. МЧС России уже в день трагедии была готова выделить авиацию для доставки пострадавших в московские клиники. Но пока местные врачи справляются своими силами. Трое детей до сих пор не пришли в себя. У остальных травмы легкой и средней степени тяжести. В Саратов уже прибыли родители пострадавших детей в больницах. Им оказывают психологическую помощь. Администрации города Саратова забронированы места в гостинице для того, чтобы родители жили здесь только, сколько потребуется, пока детей не выпишут. На месте аварии в день трагедии до поздней ночи продолжают работать пожарная и дорожная полиция. Из бензовоза вылилось 700 литров нефтепродуктов. 200 из них на проезжую часть. Сотрудники МЧС откачивают дизельное топливо. Но если бы в баке бензовоза был бы бензин, то масштабы трагедии были бы куда более серьезными. На месте событий виновных в дорожной катастрофе не называют. На все вопросы еще предстоит ответить следствию. Полина Федюк, Вадим Лысов, Виталий Ворзов. Вести. Саратов.